Инспекция продолжалась весь день, без перерывов и остановок. Начальство областного госадмитехнадзора оценивало, как муниципалитеты Подмосковья справляются с уборкой снега во дворах и на детских площадках, на дорогах и тротуарах. Проверяли пандусы и ступени, вовремя ли вывозится снег. Самый главный критерий оценки – мнение местных жителей. Первым пунктом проверки стал Красногорский район. Здесь выявили довольно много нарушений как в самом городе, так и в поселениях. Как вы оцениваете уборку на хабинах? Ну так, троечка с минусом. Приоритет отдается больше уборке проезжей части. Тротуар во вторую очередь, если даже не в третью, понимаете? В Истринском районе наоборот. Дворы оказались чище, чем в Красногорске. Основные претензии к проезжей части. Она была завалена снегом. Основные дороги, даже центра города и основные проезжие части всего Истринского района благодаря плохой работе Мосавтодора выглядят крайне неприятно. И людям сложно передвигаться, особенно в зимний период, когда много снега по пешеходным зонам и тротуарам. Наш район комиссия оставила на десерт. Сначала сотрудники Госадмотехнадзора посетили большие веземы, осмотрели центральный сквер, основные дороги, дворы и остались довольны увиденным. Я думаю, что расчисленную мы ни в одном районе не видели. Затем инспекция направилась в Одинцово. На улицах и во дворах рядом с нашим университетом серьезных нарушений также не выявили. Татьяна Витушева даже составила рейтинг осмотренных ею муниципалитетов. На последнем месте Красногорский район. Проигрывает эти соревнования это городское поселение Красногорск, где уборка оценена на сегодняшний день на оценку 2, как неудовлетворительная. Второе место занял Истринский район. Там хоть и были нарушения, но не очень серьезные. Ну а лучше всех с уборкой снега справляется наш район. Лучше всего содержится и убирается этой зимой, это безусловно Одинцово. Это и большее количество техники, это виден результат работы, расчищенные дворы, проезжие части. Это и единственное, кстати, мы сегодня с вами увидели городское поселение, где вывозится снег. Несмотря на то, что Одинцовский район выдержал проверку на отлично, у нас тоже хватает проблем. Довольно много жалоб приходит от жителей Кубинки, лесного городка Трехгорки. Поэтому расслабляться и останавливаться на достигнутом еще рано. Одних из задач, которые перед нами стоят глава района, в течение этого года, к следующему зимнему сезону, решить вопрос по мобильным снегоплавильным, потому что сегодня вывоз места хранения снега, ну, наверное, такое половинчатое решение. Мы точно знаем, к чему стремиться. Наращивать новую технику, закупать ее. Больше привлекать малые механизации. Мы с вами прекрасно видим, что в наших дворах, как я уже сказал, насыщенных автомобильной техникой, только малая механизация, роторы, бобкеты, соответственно, наверное, будут спасением, потому что большое количество ручной уборки людьми чрезвычайно удорожает. Такие проверки, по словам Витушевой, теперь будут проводиться постоянно. Выявленные нарушения будут заноситься в протокол, а ответственным лицам установят сроки для устранения проблем. Тех, кто не справится со своими обязанностями, будут ждать штрафы, выговоры и даже увольнения. Дарья Киреева, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.